Компания по дискредитации руководства города и коммунальных служб, развернутая посредством некоторых средств массовой информации, негативно влияет на горожан и систему жизнедеятельности города, говорят в Гурсовете. Тем не менее, ситуацию в частности по платежам за коммунальные услуги удалось стабилизировать. Подробнее в материалах наших корреспондентов. Городская власть стабилизировала ситуацию с платежами горожан за коммунальные услуги. В городе налажена работа разветвленной системы пунктов приема платежей, уже включающей около 200 отделений Ощадбанка, Приватбанка и Укрпочты. Все они подключены к единой городской базе абонентов, созданной усилиями коммунальщиков. Еще год назад запорожская власть проинициировала перед Запорожь связь с сервисом, который на тот момент был монополистом в сфере приема коммунальных платежей, рассмотреть вопрос пересмотра тарифа на услугу по сбору коммунальных платежей. На тот момент она в четыре раза превышала установленную в среднем на рынке по другим финансовым учреждениям. Кроме того, на протяжении года проводилось несколько встреч, рабочих совещаний, были созданы рабочие группы, в части того, чтобы рассмотреть вопрос о передаче базы данных абонентов коммунальных платежей непосредственно самим коммунальным предприятиям от Запорожь связь с сервисом. Со стороны Запорожь связь с сервисом, вместо того, чтобы перейти к конструктивному диалогу и обсудить перечень существующих проблемных вопросов, ведется кампания и работа по поводу дискредитации городской власти и обвинений в ее адрес. А 18 июня председатель правления Запорожь связь с сервис Юрий Комиссаров провел закрытую пресс-конференцию, где признался, что ведет войну с властью. Мы будем воевать. До последнего, сколько мы сможем воевать, мы будем воевать. Мы воевали год. По мнению Сергея Кузьменко, руководство Запорожь связь с сервис ведет войну с городской властью и горожанами за деньги самих горожан. Банкам для получения прибыли достаточно полпроцента комиссии на коммунальных платежах, а уважаемые организации Запорожья связь с сервис целых 2%, куда девается полтора процента разницы. В масштабах города это 20 миллионов. И, конечно, с 20 миллионов можно выделить, как сказал руководитель фирмы в своем интервью, миллион гривен потратить на борьбу с властью, которую мы с вами избрали с коммунальными структурами. Я думаю, что из этого миллиона пошло финансирование и на заказные публикации в СМИ, и на заказные телесюжеты, в том числе и публикации в «Субботе» и в других подобного рода изданиях.